Итак, ребят, всем привет! У нас гонка на Мон Панраме. Я отквалился на первое место, но на втором и третьем месте едут в принципе в двух десяток от меня. Так что у нас начинается гоночка, и сейчас мы переходим к старту. BMW на втором месте и на третьем McLaren. Это два моих главных соперника. Я понимаю, что мне на первом круге нужно сохранить резину максимально, чтобы выставить давляк. Но если не будет давляка, я проиграю дальше. И вот он старт. Все заряжены по полной программе. Самое главное, пройти первый поворот аккуратно. Если мы проходим, ну да, мы прошли. Сзади никто в основном не разложился. Все аккуратненько, медленно прошли, все отлично. Мы едем дальше. Все, экономим резину максимально. Но я понимаю, что меня сейчас будут атаковать, потому что они едут в десяток. В десяток просто-напросто. И Монт Панорама, вы сами знаете, это такая трасса, что допустив одну ошибку, тебя разболтает. Или на горе, или в гору, или с горы. Особенно в кишке с горы. Все, это там не выжить. Поднимаемся аккуратно, но на максималках. Просто на максималках. Берем широченную траекторию. Максимально в каждый поворот выкладываюсь по полной программе. У меня круг составлял 2,3. Где-то 2,3. Да, я поставил еще на этой трассе Беслаб. Вот какая камера. Какая камера. Просто-напросто нас встречает. Какая камера. Видите, все толпой едут. Конечно, кто-то отстал, кто-то в борьбе, кто-то на ошибках едет. Но все едут. Пока что все едут. Итак, переносимся дальше. Переносимся мы на первое место. БМВ также позади. В десятых от меня также Маклара. Очень опасные повороты. Очень опасные. Посмотрите, как я аккуратненько сюда вхожу. Я хоть и вкатан в трассу, но все равно я стараюсь каждый поворот пройти максимально аккуратно. Итак, если бы не сетап и если бы не вкат в эту трассу, я бы ехал в последних местах. А когда я сделал сетап и потратил на него уйму времени, я просто еду теперь на лидирующих позициях. Я вкатился очень хорошо. Итак, у нас последний поворот. Нам его самое главное пройти аккуратно. Видите, по кромочке, по кромочке иду. На выходе 108-107 км в час где-то. И мы едем дальше. За мной БМВ. Я понимаю, что она тут в десятых. Но она берет и совершает ошибку. Она вылетает за пределы трассы. И сразу же Макларен берет и становится на вторую позицию и начинает меня догонять. Конечно, поначалу я очень сильно берег резину, чтобы не износить ее за первые 3-4 круга. И из-за этого я 3-4 круга съехал более-менее медленнее, чем должно было быть. Но когда на тебя начинает прессовать Макларен, ты начинаешь ускоряться все быстрее и быстрее. Главное здесь не делать ошибок. Еще раз повторяю. Не делать ошибок. В каждом повороте отдаваться максимально. Если ты хоть на секунду потеряешь бдительность, отлечешься куда-нибудь, то соответственно ты сразу же улетаешь в бетон. А бетон тут очень крепкий и машина его не проламливает. Посмотрите какая камера. Как будто я с квадрокоптера лечу и наслаждаюсь видом своего автомобиля. Не долго нам было ждать. Переходим мы к тому моменту, где я ошибаюсь на этом повороте на первом. И при этом начинает сразу Макларен меня догонять. Но не тут-то было. Потому что на пути у нас встречается круговой. И Макларену некуда деться, чтобы обогнать меня. Но я занимаю внешку. Он занимает внутреннюю. Я понимаю, что он может пролезет, но у него не хватает скорости. Не хватает. Максимально от него идет дайва. Максимально. Почти что 15 минут донки позади. У всех уже резина просто начинает уничтожаться. Потому что едем мы на максималках. А на максималках здесь ты не жалеешь ни резину, ни бензина. Ничего не жалеешь. Ни машины. Но, как вы знаете, все профессионалы едут. И профессионалы просто-напросто делают так, чтобы не удариться от бетончиков. Посмотрите, как я близко проезжаю. Это, посмотрите, по кромочке. Все по кромочке. От Макларена идет очень сильная дайва. Если я ошибусь, я потеряю позицию. Я максимально еду сосредоточенный. Каждый поворот точно по траектории. И на спуске с горы я допускаю где-то малейшую ошибку. И на выходе у меня очень маленькая скорость. И при этом Макларен сразу попадает в Слипстрим и начинает меня догонять и атаковать. Давайте мы это посмотрим вместе с вами. У нас скорость очень сильно большая. У него она превышает километров на 10. Я понимаю и занимаю внутреннюю траекторию. Отормаживаемся. Нет, у Макларена не получается. Я перекрываю ему все, что можно было. Дальше. Дайва идет. Продолжается дайва. Макларен до сих пор находится в Слипстриме. Здесь чуть позже я тормазываюсь. Меня на выходе начинает подснашивать. И при этом Макларен лучше выходит. И занимает внутреннюю позицию. Я на широкой. Что делать я не знаю. Сейчас или я отдам позицию. Или мы пойдем бок о бок. И посмотрите что происходит. У меня выход намного лучше. И мы бок о бок идем. Это последний круг. Последний круг 20 минутной гонки. 20 минут дайва от Макларена. 20 минут защиты от меня. Просто невероятная гонка. Я очень устал. Я очень вспотел. Мне нужно было прям максимально дожать один круг. Я максимально как возможно сопротивлялся. Крылся. Перекрывался. Блин, я не знаю что я там делал. У меня руки настолько вспотели. Ну Макларен не отстает. Он давит. Меня на каждом повороте сносит. Я не знаю. Я бьюсь об стенку сейчас. Вот в этом повороте. У меня выход чуть-чуть хуже. У него лучше. Посмотрите. Он на заднице. Он сидит на жопе автомобиля. Но я не сдаюсь. Я иду до конца. Гонка есть гонка. Первое место. Или второе место. Я хочу себе первое место. Посмотрите. Посмотрите. Вот одна ошибка моя. Все. Гонка проиграна. Просто проиграна. Там еще был впереди круговой. Ну ладно. Фиг с ним. Здесь Макларен ошибается. Ошибается. Нервы у него сдались. У него сдались нервы. И он все. Он отстал. Да. Я здесь завершил первую в этой гонке. Ну какая она была. Особенно последний круг. Последний круг был просто максимально крутой. Максимально. Не передать словами. Не передать словами. Я списался с чуваком. Он говорит. От души тебе за такую гонку. Я ему тоже сказал спасибо. Нормальный чувак. Нигде в задницу не прилетел. Все отрабатывал. И мои ошибки. Я отрабатывал его ошибки. Когда он там не дотормаживал немножко. И подлетал ко мне прям. Очень сильно. Но. Мы сделали это. И я приехал первый. И мне очень сильно понравилось. Огромное спасибо этому чуваку. Что проехался так со мной. И вам зрители спасибо. Всем удачи. И пока.